Утречка доброго. Я уже проснулась, почистила зубы, помылась. Теперь пойду завтракать. В общем-то, вот все. Я вышла уже на улицу на часах 8.30. И я направляюсь в район Мехичевань. И сейчас иду по улице Советской. На улице никого нет, это круто. В общем, что я еще заметила. В Ростове есть трамвайные пути. Но за все время, пока я хожу по городу, я встречала буквально пару-тройку трамвая. За то время, пока я гуляю, в Краснодаре бы уже проехал штук 20. Удивительно, почему? Значит, здесь трамвай – это не основной способ передвижения. В Краснодаре так вот наоборот. Сейчас, считайте, только 8 часов утра, а уже очень сильно печет. Значит, день будет жаркий. Это, конечно, тяжеловато будет для меня. Но у меня хорошее предчувствие, потому что я иду в такую часть города, которая будет своеобразная, она будет отличаться от той части, по которой мне пока доводилось ходить. Если я увижу хоть один трамвай, то я обязательно его засниму. А то как? Где трамвай или чего? Южные дворики – это и есть колорит города. Субтитры создавал DimaTorzok Это что? Молоко, яйца, творог, кукуруза? Чего? В городе? У нас так в поселке, блин. Это меня очень позабавило. Ростов, плечо. Это что такое колоритный? Тот самый дом, на который мы смотрели с Вероникой в первый день. Ну что, пацаны, березняки, да? Так вот. Я уже почти близко. Я уже, точнее, Болинецка, да. Театральная площадь. Это как будто окраина Березняков. Ну, тот, кто знает, что это за город, где он, то тот поймет. А так, понятное дело, вам, наверное, не ясно, что это, почему это мне это напоминает. Ну вот, первый трамвайчик. Но не на той улице, да. У меня есть предположение, что та улица, в общем, туда типа не ходит. А иначе как объяснить вообще отсутствие там трамваев за полчаса, если не больше. Вот та самая стелла, освободителем города, ника наверху. А вот мы с вами добрались до Александровской колонны, которая была установлена в Нахичеване на Дону в 1894 году, в Александровском саду, который позже был переименован в парк имени Витя Черевичкина. Насколько я помню, что Витя Черевичкин – это пионер, который в годы Великой Отечественной войны проживал в Ростове. И он держал голубятню. И фушисты очень жестоко с ним расправились. Зашла я, значит, в магазин сейчас. Купила себе йогурт и вот такую штучку наперекус. И пойду дальше гулять. Вошла в такой дворик, тут как бы качелька старая. Буду отдыхать так, наслаждаться, продолжать наслаждаться, да. Здесь очень спокойный, тихий район, вот прямо максимально. И вот эти все одноэтажные постройки, частный сектор, похож на центр Краснодара. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! В парке Фрунзе располагается мемориальный комплекс с павшим воином. И на бетонном полукольце изображена скорбящая родина-мать. В правой руке она держит лавровую ветру. В центре кольца горит вечный огонь. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Приехала я до той улицы, на которой мы договорились встретиться с Вероникой. Ну и так как времени осталось много, ну и я решила в общем просто зайти во дворик, а потом посмотрела на карте и написала общежитие ЮФУ. И оказалось, что я случайно сюда пришла. Да, если бы я еще знала, где Вероника живет, то я бы ее потребовала. Но я не знаю. В общем, я решила действовать, а не стоять и ждать. Подошла ко входу, спросила у охранника, оказалось, что это старое общежитие. Он мне сказал, где находится новое, и я иду туда, Вероника! Я тебя найду! Ну все, Вероника найдена, до нее дозвонилась. Сейчас увидимся. Все, встретила меня Вероника, мы попали на закрытую. Ну как, ты ее встретила? Ну да, я пришла, но Вероника все равно меня встретила, пропустила. Да, мы попали на закрытую территорию, куда вход только по пропускам. Но если ты хитрый, можно толкнуть посильнее вот эту штучку и пробраться на эту территорию. Общаги новые, очень красивые, все так обустроено, я шокирована, честно говоря. Вероника говорит, что здесь ощущение как в санатории, да, каком-то? В лагере. Да, в лагере, в лагере. Очень прикольно, мне нравится. Ну еще бы, ну как бы не нравилось. Я человек неприхотливый, поэтому мне здесь очень так, ну неплохо, скажем так. Сойдет на троечку, на двой. Ну, троечку из десяти, в принципе, ну пойдет. Расскажи вообще что-нибудь про вот эти общаги, какие условия? Условица, ну по сути, как квартира. Можно вот тут уроку, как квартира. Ну как квартира, единственное, что ты живешь не один. И в принципе есть разные комнаты, там где по двое живешь, как я, либо есть двухкомнатные, и там получается по четыре человека, по двое в каждой комнате. Вот мне кажется, удобнее, когда по двое. К тому же у меня знакомые, когда заселялись, у них, они были, получается, втроем в одной комнате. И у них вообще практически ничего не было. То есть один стол, три кровати, один шкаф. В то время, как у нас два шкафа, два стола. И то есть они там докупали, пусть еще около месяца ждали, пока им принесут стол. Вот. Ну как повезет на самом деле. Получается, у вас даже балкончики или как? Да. У меня здесь маленькие, у меня вот такие лошади. А ты в какой живешь? Я живу вот в этом. Да. Ну вот в этом. Да. Понятно. С той стороны только. И площадки всякие спортивные. Ну прям здорово. А сколько тут их, получается, зданий-то таких? Около шести лет. Хотя, прям, знаете, я вообще не разумею не считала. Пять-шесть. Ну вот у меня ощущение, что я попала в новостройку, где вот так вот закрытая территория. И, в принципе, такие ощущения. Да, да, есть в студенческих городах. Ну, на самом деле, впечатляет. Потому что, учитывая, какие общежития в большей части России, ну, там только в некоторых местах более-менее цивильно. Да. И ЮФУ порадовал студентов. Ну, как? Не всех, конечно. Тех, кто хорошо учится, кто имеет хорошие баллы. Вот. Веронику за это можно по головке погладить. Уже слишком хватит. Это было очень давно. Пришли мы с Вероникой в парк Левина. Тут разные аттракционы. Вот теперь сейчас будем здесь гулять. Души цинов, Юра. А, блин. Фонтанчик. Даже и ты помочь. Мы на тетелку постоянно надевали какую-то курточку. Да? Да, она устояла в курточке. Ну, конечно, ей же холодно. Разделась такая. А мужику, значит, не холодно. А с Дианой вы тут ходили? Да. Ну, на тракционе там был. На лице он нет. Но они очень-то слишком такие. Детские. Она любит те, что в парке. Класс. Тут она была вон на паровозе под Юры Шуданова. Там есть следующий парк. Очень странный паровоз. Стремный? Хочется. А что в нем? Он это вечера, когда он так подсвечен, что немножко. Он ужасный выглядит. Серьезно. Сейчас покажу. Мы дойдем домой. Угу. Ну такая есть цена у них, дай я посмотрю как. Мне кажется, Ростов все-таки славится рыбой и ракой. Вот при входе как раз. Да, ты пробовала? Я не пробовала. Мне нравится. Если большие, конечно. Маленькие, все же мало. Понятно. Вот тот самый странный паровозик, который катает детей даже без музыки. Веселый паровозик. Стрелы наехали. Короче, смешно. Мне кажется, не то чтобы смешно, а страшно. Ну я не понимаю, почему он без музыки должен с музыкой быть. Тогда бы он был бы веселый. Может у них сломался звук? У всех паровозиков типа... Неужели где-то бы только весело? Мы гулялись с Вероникой, обошли чуть ли не весь район. И вот сейчас дошли до спортивного поля. Сидим тут, отдыхаем. Вечер близится к своему завершению. Да. Сидим даже как-то тут хорошо отдыхается. Хочу подвести некоторые итоги моего путешествия в Ростов. Во-первых, я очень рада, что увидела Веронику. Встретилась наконец-то с ней. Узнала город. Тоже плюс. Вот. Вероника наверняка тоже рада была меня видеть. Мы... Немножечко. Мы по душам поговорили. Было что обсудить за столько времени. Вот. Все, что могли вспомнили. Прямо ностальгия, конечно, ударила. Да. И Соликамск вспоминали. И все. И Соликамск, да. Много Соликамск вспоминали. Все. Потому что есть, что-то вспомнить. Да. Все в жизни проезжали. Угу. 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 Да. С Вероникой можно попрощаться. Да. Больше тут не появлюсь. Наверное. Нет. Кто знает. Да. Приеду, может быть. Угу. В любом случае было очень приятно. Да. Что-то официальное. Ладно. Мы еще-то будем гулять, да? Да. Все. Пока-пока. 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 Пока-пока.